Выставки, приемы, презентации, театральные премьеры, гастроли и культурные вечера. А кроме того, рассмотрение проектов, археологические экспедиции, мероприятия по охране исторического и культурного наследия Абхазии. Министерство культуры Республики ведет активную деятельность по множеству направлений. Телеканал Абаза ТВ старается оперативно и качественно освещать эти события. Уважаемый Руслан Мканович, дорогие сотрудники коллектив телекомпании Абаза ТВ, мне хочется в такой день поздравить вас с днем рождения и сказать о том, что 11 лет – это прекрасный возраст для того, чтобы подвести итоги колоссальной работы. Потому результат – огромное количество зрителей, очень интересные проекты. И у истоков формирования Абаза стояли очень интересные люди, которые в свое время влияли и формировали развитие телевидения в Абхазии. И, конечно, это дало свои результаты. И я знаю, что телекомпания стала для многих началом дальнейшей деятельности. И многие сотрудники, которые получили очень хороший опыт, они работают на других ресурсах. Это тоже очень хороший показатель. У канала очень интересное настоящее. И есть хороший такой стартап в виде 10-11 лет. И я уверена, что очень интересное будущее, потому что основной девиз, мне кажется, компании – это открытость, демократичность, оперативность и креативность. И хочу пожелать вам в будущем быть такими же интересными, находить постоянный источник для своего творческого вдохновения, соответствовать духу времени и, конечно, побольше позитивных новостей и вам, и всем нам. Абхазская государственная филармония имени Рождена Гумба – это главный концертный зал республики. На сцене филармонии выступают известные артисты, музыкальные и хореографические коллективы Абхазии, России, Республик бывшего Советского Союза и зарубежья. Творческие вечера, фестивали, концерты классической и джазовой музыки – все эти мероприятия регулярно освещаются в эфире Абаза ТВ. Сразу хочу поздравить, потому что действительно это замечательный праздник, который празднуют наши друзья и партнеры, действительно очень искренне сотрудничающие с нами. Нам всегда приятны материалы и репортажи, которые выходят на Абазе. Но я хочу сказать, что 11 лет – это достаточно серьезный срок в наше современное время. Оно очень динамично, и на единицу времени приходится так много событий, в один год так много каких-то потрясений и положительных, с положительным каким-то зарядом и с отрицательным. И удержаться на плаву – это уже достойно каких-то очень высоких и хвалебных слов. Но вы не просто удержались на плаву, вы сохранили ту идею, с которой вы, в общем-то, вышли на медийный рынок. Вы как-то сразу зарекомендовали себя высоким стилем и высоким профессионализмом. И вот это все сумели не поступить со всем этим, несмотря на какие-то качания экономические, политические. Поэтому мы до сих пор с удовольствием смотрим ваши эфиры, следим за вашими программами. И это всегда дает некую планку всем остальным, которые, в общем, работают на этом поприще. Поздравляю вас и новых интересных программ, большей аудитории и интересных событий. У вас с днем рождения, вам 11 лет. Я помню еще 8 лет назад, когда вели репортажи концертов классической музыки. Все практически делалось в колес. И учили на ходу, как вести такие репортажи, потому что классические концерты специфические. А сейчас совершенно другая картина. Журналисты, корреспонденты намного профессиональнее стали. Это дружная, творческая семья. Я желаю вам еще больше профессионализма, еще больше компетентности. И чтобы вы всегда нас радовали. Я люблю ваш канал. Хотелось бы, чтобы вы в эфире, конечно, подольше времени находились. Не 2 часа, не 3, а можно и хотя бы полдня. Я всех поздравляю. Голоса всех ваших журналистов я узнаю за кадром. И Элеонора Геллоян, и Марьяна Котова, и Рустам Зонтария. Что я не могу сказать, допустим, о других каналах, и российских, и первого канала, абхазского. Где с трудом иногда я различаю голоса. Это, наверное, признак того, что вы преданы своей работе, бескорыстно это делаете, любите свою профессию. А самая важная профессия – это быть преданным своей работе и любить ее. И это тот случай, 11 лет – это большой срок. Я еще вам желаю таких десятков лет, сотни лет, чтобы вы работали, радовали наших зрителей. Руководитель Православного благотворительного фонда «Хочу верить» – кандидат политических наук и мама 11 детей Юлия Павлюченкова, давний друг Абаза ТВ. В этом году телекомпания выступила информационным партнером фонда в праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького. Конечно, дорогие мои, я вас поздравляю. Поздравляю с вашим юбилеем. Вы самые креативные, самые интересные, самые подвижные, самые динамичные. Вы мне нравитесь именно тем, что вы живые. Я вас очень-очень люблю именно в первую очередь за вашу креативность и вашу неординарность. Я желаю вам еще сто лет быть такими же креативными, очень динамично развиваться. И, конечно, вашему руководству огромный респект, потому что только целостные люди, которые сами по себе уникальны, могут создать такую хорошую, креативную, уникальную команду. Я уверена, я прям это чувствую и знаю, как управление, что все у вас строится на доверии, вот этом уникальном качестве, когда руководство доверяет корреспондентам, и корреспонденты, журналисты оправдывают это доверие и выдают в эфир шикарные материалы. Дай бог вам всего-всего самого доброго. Развивайтесь, растите, будьте здоровыми все, не ломайте ноги, руки и, самое главное, радуйте нас хорошими материалами. И до встречи в эфире. Время неумолимо, а значит впереди новые культурные сезоны и их знаковые события, которые, безусловно, обогатят жизнь нашей республики и ее граждан. Ну а для нас по-прежнему важно оперативно и качественно рассказывать о них нашему зрителю.